Каждый бизнес-проект имеет шанс стать перспективным и доходным, стоит только отбросить инертность и включиться в работу. Состоят встречи мэра Саянска Олега Боровского с предпринимателями города. Основная тема – вступившие в силу с нового года меры поддержки фонда развития моногородов, условиях предоставления льгот и преференции, действуют которые при осуществлении предпринимательской деятельности на этапах реализации инвестиционных проектов ТСР Саянска. Беспрецедентные меры поддержки, и я готов вам помочь их получить. Такого еще не было. С нового года действуют новые меры поддержки. Очень серьезные. Я не буду вам рассказывать про налоговые льготы ТСР, вы все это знаете. Думаю, налоги вам не очень интересны, тем более, что это нужно новое предприятие. Если это старое предприятие, вы должны удвоить число рабочих мест. Но никто не запрещает вам ставить новые и получать льготы на налог на имущество, на земельный налог, налог на прибыль. Хотя я понимаю, что большинство этого прибыли не показывает. Но с нового года появилось две очень серьезных меры поддержки. Статус территории, приезжающего социально-экономического развития, был присвоен Саянску в августе минувшего года. Первыми компаниями-резидентами стали Ирпласт, предприятие по производству крупногабаритных пластиковых емкостей, и ПК МДФ, предприятие по глубокой переработке древесины. Перспективные темпы развития третьего потенциального резидента ТК Саянский, работающего по проекту становления тепличного комбината. Гостиничный и ресторанный бизнес, переработка, производство сферы спорта и досуга. Любая отрасль найдет поддержку, главное, чтобы дело было рентабельно и обеспечило новые рабочие места, было подчеркнуто на встрече. Я вам гарантирую, любому из вас, который заявит интересный проект, в любой сфере общепитвы, чего хотите, досуганно. Сегодня государство, вернее, веб для моногородов, для резидентов ТАСЭП предлагает, ну, наверное, ни в одном государстве такой поддержки нет. Вам сегодня предлагается получение кредита беспроцентного, заметьте, беспроцентного, суммы от 10 до 250 миллионов сроком на 15 лет, со срочкой гашения кредита 3 года. То есть вы смело можете взять 250 миллионов, за это не платить ни рубля процентов государству, 15 лет им пользоваться и после прошествия 3 лет начинать его гасить, сам кредит. Вторая мера поддержки, это кредиты свыше 250 миллионов до миллиарда, 5 процентов годовых, с теми же самими условиями. Ну, ребят, вы ни в одном банке и ни в одном фонде поддержки не найдете. И никто не говорит, что вы брали 250 миллионов, 10, 15, 20, на пополнение следств, на увеличение своих это, да пожалуйста. И я вам гарантирую, что я с каждым и отдел экономического это разработаю. Поможем вам составить бизнес-план, поможет наладить. Это же может быть и строительство, Тамара Алексеевна, это может быть и вообще строительство. Почему не задуматься о строительстве какого-то доходного дома? Ну, это модное сейчас название, в принципе это такое же общежитие. Муниципалитет готов бы с вами заключить договора и снимать у вас квартиры по... Мы сегодня педагогам компенсируем 7-8 тысяч в месяц арендной платы. То же самое могут сделать врачи, но построите дом на 40-50 квартир. Бесплатно вы построите строительство дома, мы смотрели, стоит порядка 90-100 миллионов. А государство даст деньги, а вы потом с арендной платежей за 15 лет загасите его, да даже раньше. Востребованным станет проект по строительству мусор проработающего завода. Сегодняшний день – благоприятный момент для получения средств на развитие, отметил глава города. Представители других территорий уже заинтересованы в становлении бизнеса, интересуются предоставляемыми мерами поддержки. Однако важно, чтобы перспективные проекты освоили саянцы. Для начала нужна нормальная здравая идея. Там в этих условиях звучит, чтобы это было интересно муниципалитету, чтобы это было социально-экономически обосновано. И главное, чтобы проект ваш имел социальный эффект. Социальный эффект для фонда моногородов рабочие места. Стабильная зарплата ваших работников. А минимальное количество рабочих мест – 40? Почему? 2, 3, 4, 5. Это может быть парикмахерская, это может быть кафешка. Кстати, актуальным станет такой социальный проект, как Кото-кафе. В городе немало любителей животных и защитников бродячих бедолаг, потому в таком Кото-кафе люди не только смогут отдохнуть рядом с пушистыми друзьями, но участвовать в различных акциях. Еще одно направление, набирающее актуальность в настоящее время – организация свиданий. Актуальным будет развитие в городе секции фехтования, мобильного планетария, мечтают горожане и об аквапарке. Субтитры создавал DimaTorzok